В приемной общественного совета при ГУВД поступило 175 обращений, в том числе 127 жалоб на действия милиции, 39 благодарностей и 9 предложений по улучшению работы органов внутренних дел. Члены общественного совета дежурят в общественных приемных, рассматривают целесообразность передачи тех или иных жалоб далее на рассмотрение на уровень руководства ГУВД. 27 жалоб из 127 направлено на рассмотрение начальника ГУВД. Большая часть жалоб, абсолютное большинство, 90%, касается бездействия милиции и жалоб на затягивание дел. Часть таких жалоб уже рассмотрена, получены конкретные ответы по некоторым делам, начался их пересмотр и приняты конкретные меры. Сегодня абсолютными негативными победителями по количеству жалоб, которые признаны правомочными и направлены на рассмотрение руководителю ГУВД по городу Москве, стал Центральный округ и догоняет его Восточный и Северо-Западный округ. Это три округа, из которых поступает больше всего жалоб, имеющих основания на рассмотрение на уровне руководителя московской милиции. Я хотела бы представить слово руководителю ГУВД по городу Москве, генерал-лейтенанту милиции Владимир Александровичу Полокольцеву для оглашения отчета о работе московской милиции. Ну какой-то классический должен быть доклад, поэтому трибуна, доклад, докладчик, поэтому я извиняюсь, выйду к трибуне, а дальше уже проведем нашу встречу в рамках неформального, а содержательного обсуждения всех возникающих вопросов. Поэтому, если позвольте, я вас пользуюсь. Уважаемые москвичи, уважаемые участники встречи, уважаемые коллеги, Отчет перед населением о проделанной работе московской милиции за текущий год в таком формате проводится впервые. И, может быть, Москва, она действительно является тем испытательным полигоном, которым в самом хорошем смысле этого слова готов к применению любых новшеств, лишь бы эти новшества были направлены на более качественное исполнение сотрудников милиции, возложено на их функциональные обязанности. В текущем году на 12 с лишним процентов снизилось число зарегистрированных преступлений, много или мало, не знаю, мне судить, но в любом случае со 195 до 170 тысяч такое количество сокращений имеет место быть. Уровень преступности на 100 тысяч населения также снизился и снизился достаточно существенно. Подобная тенденция сохраняется по большинству видов преступных деяний. Так, на 10 процентов сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе таких, как убийство на 11 процентов. Причинение тяжкого вреда здоровья, особенно со смертельным исходом, что очень отрадно, на 23 процента снизилось у нас это количество. Разбойных нападений, тот вид преступности, который может коснуться любого каждого гражданина нашего города, на 23 процента сократился. Грабежи на 19 процентов. На уровне прошлого года регистрировались кражи, в том числе и с квартир граждан, и неправомерное завладение транспортными средствами. Сохранялась позитивная тенденция сокращения преступлений, совершенных в общественных местах города на 70,5 процентов. Эти данные показывают, что несмотря на напряженную криминальную обстановку, профилактическая работа органов внутренних дел по городу Москве активно ведется и имеет конкретные результаты. Важным фактором для нас стала организация работы по реализации основных положений реформы органов внутренних дел. Ее краеугольным камнем является освобождение милиции от дублирующих и несвойственных функций, сокращение высудившейся штатной численности, повышение профессионального уровня сотрудников, наведение порядка внутри системы, укрепление доверия граждан к милициям. В связи с проводимой реформой перед нами очень серьезно встал вопрос оптимизации структуры и численного состава милицейских подразделений. Только в этом году мы сократили на 12 тысяч штатных единиц. Сокращение практически не затронуло те подразделения, непосредственно занимающиеся борьбой с преступностью, охраной общественного порядка и безопасности. Основной упор был сделан на укрепление подразделений районного уровня. Так, взводы патрульно-постовой службы в районах были увеличены до рода. Не сократилась численность подразделений уголовного розыска, участковых, уполномоченных милициям и ряда других служб, в том числе и следствия. Другой важной задачей является укрепление служебной дисциплины и законности, воспитание личного состава. Руководство Главного управления внутренних дел жестко и принципиально подходит к оценке проступков наших сотрудников. Состояние служебной дисциплины и законности наряду с практическими результатами работы продолжает оставаться одним из основных критериев оценки эффективности деятельности руководителей всех уровней. На это нацелены мои регулярные выезды в подразделения ГУД, результаты которых в течение года освещались в различных средствах массовой информации. Моя принципиальная позиция по внеплановой характеру таких посещений, низовые подразделения не знают, куда приедет начальник ГУД, поэтому показной характер таких инспекционных поездок просто исключен. Это, конечно, скрывает множество недостатков практической деятельности милиции, но наша задача увидеть реальную картину, принять неотложные меры по устранению нарушений. Важно также прямое общение с населением, с москвичами, проживающими на конкретной территории, с оценкой работы милиции на местах. За столь короткий промежуток времени в сложнейших условиях полностью искоренить негативные факты невозможные и подобные случаи имеют место. О них вы узнаете, но становится обостоянием гласности, но определенных позитивных сдвигов мы добились, о чем свидетельствует снижение числа сотрудников ГУД, осужденных за совершение преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушение дисциплины, совершаемых в недрезвом виде и количество дорожных транспортных происшествий, допущенных по вине наших сотрудников. Могу подтвердить, что задачи по наведению порядка в столичной милиции, выявлении, пресечении, нарушении законности, исключении грубости среди сотрудников были и остаются для нас наиважнейшими. Но наблюдается другая, не менее опасная тенденция. Мы отмечаем увеличение попыток опорочить служебную деятельность работников органов внутренних дел, честно выполняющих свои обязанности. В целом, ряде подразделений ГУД по Центральному, Северному, Северному, Восточному, Восточному и Западному округам выявлены факты клеветы, оскорбления сотрудников милиции, заветом ложных доносов и вызовов спецслужб, по которым возбуждены уголовные дела, уголовного кодекса, составлены протоколы за административные правонарушения. Как видно, криминал использует любые возможности и ресурсы для ослабления органов защиты правопорядка. Повышение уровня безопасности, противодействие преступности, поддержание надлежащего общественного порядка не могут решаться без активной помощи населения и общественных организаций. В заключении своего выступления хочу отметить, что в наступающем году органы внутренних дел в столице будут активно развивать как зарекомендовавшие себя, так и новые формы методов взаимодействия с населением, общественными правозащитными организациями. Потому что ваша помощь и поддержка – непредвзятая оценка нашей повседневной работы. Позволит нам не только повысить эффективность противодействия преступности, сделать наш город безопасным, но и увидеть те тонкие места и недочеты, на которых следует обратить более пристальное внимание, оперативно принять необходимые меры для их устраивания. Спасибо.